всем привет дорогие мои вышивальщицы кто любит вышивать я хочу вам показать картину которую я закончила сегодня вечером свечивает лампа конечно а так ничего не видно ясно в общем это вечером после работы я уже хотела ее дошить и я закончила вышивать ее до того как я нанесу окончательные штрихи что значит backstitch то есть вот вы видите здесь убилия бэкстича которая будет я же закончила ее вышивать как только-только крестиком и давайте вам покажу что у меня в итоге вышло и потом в этом же видео я вставлю уже когда я то шью бэкстич здесь ведь я уже подготовилась вышивать его и потом думаю нет дайте-ка я вам сниму без бэкстича что значит я натворила и каким образом эта картина выглядит вот пожалуйста так может быть лучше отвернуть вот так вот без света она будет выглядеть таким образом видите и со светом просто вечером если бы днем снимать то конечно лучше было бы освещение вот так выглядят птицы и ягоды со светом вот такая вот красотенька получается правда красиво мне очень сильно нравится девочки говорили что очень сложно вышивать на синий или темной конве я должна сказать что если вышивать днем когда то есть дневной свет он немного подсвечивает нижнюю снизу конвы и тогда вышивать конечно проще но я все равно включала верхний свет тоже потому что сама по себе конва достаточно темно да достаточно сложно вышивать на темной конве это была моя первая работа на темной конве как я уже сказала конву я не размечала про 16 каунт поэтому я ее просто как вы видите загладила утюгом там где был центр и начала вышивать от центра вот в эту сторону сначала я вышила потом же я распространилась сюда то есть я люблю вышивать вот из левого нижнего угла всегда если размечаю конву это то место откуда я начну вышивать вышивку вот так вот я вышиваю в общем все здесь я немножко изменила ход событий вот такая вот красота у меня получается очень очень красиво не знаю насколько долго меня займет отшивка бэкстич я помню меня девочки спросили как я успеваю вообще что-либо делать когда-либо вышивать и как у меня это дело все получается ребята я вышиваю запойми и не вышиваю каждый божий день по чуть-чуть это сегодня вот я просто пришла с работы думаю дай-ка сяду сейчас уже 8 53 то есть я сейчас уже пойду ложиться в постельку наверное может и не буду вышивать всем привет догадайтесь кто наконец-то дошил синиц это была я наконец-то ну в общем я дошила синиц уже их постирала и погладила вот такой результат отчет проделанной работы у меня вышел а я должна сказать одну вещь про мэрэшку это то что мэрэшка что касается бэкстича это дименшинс номер 2 тоже очень много бэкстича я так поняла что когда отшиваешь эту вышивку то лучше конечно же сразу же делать и бэкстич что я не постаралась сделать и за это поплатилась именно тем что мне пришлось потом долго сидеть это все дело отшивать но я наконец-то отшила своих синиц наконец-то что буду вышивать следующим ходом я не знаю единственное что смотрите как у меня вот эти синицы вышли глаза у них вот это вот которая слева говорит блин а что это делаю это которая справа так что ты говоришь дорогая все в порядке эти две вышли нормально в общем я потом глаза наверно перешью потому что это не проблема но в общем да синица это слева которая совсем удивленная вообще не понимает что она там делает в общем вот такая вышивка у меня вышла от мережки синички так она выглядит я ее завершила что я буду вышивать следующим ходом я пока не знаю я специально дошил эту вышивку для того чтобы на своих каникулах которые у меня будут я могла бы начать вышивать что-то другое в конце этого видео я хотела вставить еще одно видео и поблагодарить одну из моих подписчиц ирину которая прислала мне очень-очень красивую вышивку в подарок на новый год посмотрите она мне выслала вот такую прекрасную прям в тему под синичек вот такую прекрасную открытку кстати она сделана из знаете вот есть такие поделки когда вот бумагу так крутят да я не знаю как это делается и потом приклеивать очень тонкая работа спасибо за пожелание ирина которые написаны в открытке очень благодарна и вы не представляете какой подарок мне она сделала сейчас вам покажу я вообще закачалась потому что я эту вышивку сама на нее глядела мне она очень сильно нравилось вот такого вот павлина дименшинс она мне вышла выслала называется индийский индийский индусский индусский из индии павлин очень красивая вышивка я ее реально хотела но я смотрю на на конве номер 14 она вышивается что в принципе замечательно ирин большое спасибо потому что у меня от более мелкой конвы по моему вот это вышивалось на 16 конве да у меня честно говоря мало то что она темная ну хотя в принципе нормально на темная она отшивалась огромное 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 спасибо распечатывать его не буду потому что в принципе ну и так все понятно да что 14 конва набор ниток я думаю те кто вышивают дименшинс они знают о чем речь ведется я уже не один раз делала обзор на набор от дименшинс ирина хочу поблагодарить за прекраснейший подарок за такую красоту я реально смотрела на этот на этого павлина знаете что радует обилие красок я очень сильно люблю яркие краски и подарок прям найти прям к сердцу я должна сказать очень нравится очень благодарна большое спасибо не знаю как выразить свою благодарность ирина еще раз спасибо ирина живет в канаде кстати в онтарио сегодня утром я их уже гладила от утюживала и если меня спросят куда я их опять-таки размещу опять-таки скажу что я вышиваю все в сундук в сундучке у меня есть масса вышивок который я шила что буду следующим не знаю будет это сюрпризом посмотрю может быть я вышлю какую-то корейскую вышивку типа знаете есть корейская вышивка называется сода которая так назвали не моя вина но у нее есть очень милые вышивки у меня есть две кухонные вышивки которые вышивала в принципе с ними интересно колупаться бы может быть их либо прототип какой-то миробилии из китая китайские наборы кстати неплохи и я помню в прошлый раз я вышивала бабочку такую большую да и у меня есть на канале обзор из тоже из китая была подделка вы знаете я такое удовольствие получила когда я вышивала я очень люблю вышивать ткани то есть юбки например то вот одежду люблю вышивать не знаю почему нравится мне это делать и поэтому попробую посмотрю еще посмотрю по желанию когда будут у меня каникулы я сяду перед своими вышивками раскрою их посмотрю к чему у меня лежит душа и к той вышивке приступлю а пока я извиняюсь я снимаю на телефон поэтому у меня камера не стоит стабильно ни одна из моих камер не берет близко мою вышивку для съемок и так всем спасибо за внимание всем пока пока увидимся в следующем видео очень надеюсь что я начну что-то вышивать ближайшем будущем потому что занятость была колоссальная и до вышивки руки не доходили вчера я шила эту вышивку до двух тридцати утра да то есть я сидела ночью вышивала но я ее дошила героически всем спасибо за внимание всем пока пока увидимся в следующем видео